Егорова с темой автоматизация процессов анализа безопасности операционной системы Астролинукс. Виктория. Спасибо. Итак, мой доклад будет о том, как мы автоматизируем процессы анализа безопасности. И в первую очередь расскажу, почему это актуально именно для нас. Я думаю, не нужно будет проводить рекламную кампанию и объяснять, почему автоматизация процессов актуальна в принципе для всех. Но расскажу, почему это важно именно для нашей команды, именно для нашей компании, для операционной системы. Расскажу о том, как мы автоматизируем файзинг ядра и файзинг юзерспейса. Немного о статическом анализе, конечно же, о хранении и обработке всех полученных результатов. И немного затрону наши дальнейшие планы глобально. Итак, думаю, ни для кого не секрет, что операционная система – это большой и комплексный продукт, который состоит из большого количества, в том числе, с доимствованного кода, с доимствованных пакетов. И поэтому анализ полноценный – это достаточно сложный процесс. В репозитории Main, Astralinux, содержится более 4,5 тысяч пакетов, и из них более 125 относятся к пакетам, реализующим так или иначе функции безопасности. Мы, в свою очередь, с командой анализируем не только средства защиты информации, но и open-source пакеты, пакеты, которые реализуют функции безопасности, в том числе защищенные средства виртуализации, сертифицированные средства контейнеризации и СУБД. И это накладывает на нас ряд сложностей, потому что просто автоматизировать эти процессы довольно трудоемко. Например, если мы будем просто запускать фазинг в пайплайнах после того, как разработчик сделает коммит, это довольно сложно для команды безопасности, которая будет анализировать эти результаты. То есть представим, что разработчик среднестатистически делает примерно 10 коммитов в день. Может больше, может меньше, но если все это размазать на всю команду разработки, их станет очень много. И поэтому специалистам апсек придется следить за всеми этими пайплайнами, отслеживать ошибки, как-то собирать их в единую базу, структуру, возможно, какие-то таблицы вести, чтобы отслеживать воспроизводимость их в дальнейшем. В общем, это проблема. Поэтому мы предлагаем некоторые подходы по автоматизации. Более того, в ядре, например, есть еще сложности, потому что наши ядерные модули, модули безопасности сохранятся в отдельном репозитории от ядра. Соответственно, нам еще нужно, прежде чем запустить файзинг, про который все уже слышали, нужно сначала собрать это все в один репозиторий, репозиторий файзинга, например, и только потом запускать. Более того, запускать файзинг ядра на каждый коммит, ну, это звучит странно, потому что процедура, она ресурсозатратная и достаточно дорогая. То есть нам еще нужно как-то оптимизировать это и принимать решение, когда нам стоит запускать файзинг. Помимо этого, команда разработки, группы разработки, они могут быть разного уровня зрелости, то есть разного уровня зрелости в области безопасности. И часто разбором ошибок, обнаруженных недостатков, может заниматься именно команда апсек. Итак, в первую очередь, я упомянула про ядром, а предлагаем платформу автоматизации файзинга ядра, которая предоставляет не только панель мониторинга, которая позволяет нам отслеживать активные настройки всех стендов файзинга, смотреть за всеми ошибками, обнаруженными на каких стендах, сколько раз и так далее. И получать данные для их воспроизведения, то есть это репродюсеры, которые генерируют сисколер, но и позволяют нам интегрировать собственные модули в ядро в автоматическом режиме. И здесь мы можем отслеживать этот процесс. Можем автоматизировать и управлять стендами. У моих коллег есть статья на эту тему. Ссылка внизу слайда. Если интересно, подробнее можно посмотреть. Они представляли этот инструмент на конференции Circos в этом году. Как это работает? Базово также отражено на слайде. То есть, допустим, разработчик внес изменения в код ядра или в модуль безопасности, который нам интересен, за которым мы следим. Тогда запускается задание сборки в CI. И если все успешно, то в службу интеграции отправляются уведомления. На самом деле здесь мы можем видеть, сколько коммитов было новых. То есть, насколько наш текущий стенд отстает, и мы можем посмотреть, какие были коммиты. И можем вообще не ограничивать свою фантазию, гибко настраивать этот процесс, как нам нужно. То есть, условно, мы можем поставить триггер автоматического запуска, если 200 строк добавилось в интересующий модуль или его часть. Ну, в общем, если совершенно не ограничено, конечно, хорошо бы оптимизировать этот процесс каким-то образом. То есть, посчитать какие-то метрики, собрать метрики и уже там решить, как это будет оптимально. Ну, и также мы можем всегда запустить вручную, если мы видим, что что-то существенно изменилось. Так вот, служба интеграции запускает процесс интеграции двух репозиторий в третий, в репозиторий для файзинга. CCI забирает изменения и запускает сборку ядра для файзинга. Результаты сборки, обнаруженные ошибки, отчеты отправляются на API-панели управления. Таким образом, аналитик может просмотреть все результаты с помощью графического интерфейса платформы. Графический интерфейс платформы выглядит таким образом. То есть, на верхней картинке там список всех стендов, которые запущены. Можно посмотреть их информацию, конфигурации, перейти на страницу менеджера, которую создает сисколер, посмотреть покрытие и так далее. На картинке ниже как раз та самая штука с сборкой в общей репозитории. И здесь мы видим, что мы up-to-date, но если мы будем отставать по коммитам, мы также это увидим. Мы можем их посмотреть, можем запустить сборку и файзинг. И также есть страница со всеми ошибками. Здесь можно посмотреть список ошибок, верхний скриншот. Видно, есть ли репродюсер, сирепродюсер или сизрепро. И отчеты, посмотреть каждую ошибку, сколько раз, когда она воспроизводилась, на каких стендах. В общем, информация достаточно исчерпывающая для того, чтобы аналитик мог с этим работать. Что касается автоматизации файзинга компонентов юзерспейса, мы рассказывали с коллегой об этом на недавних Иванниковских чтениях, поэтому я буду чуть менее подробно. Но базово мы решили делать платформу файзинга. И когда мы об этом думали, мы решили, что платформа файзинга должна фазить. То есть это гениальное заключение, но у нас не было больших требований к ней. То есть она должна уметь запускать файзинг в CI по триггерам и уметь запускать файзинг вручную. То есть если аналитику нужно запустить какую-то задачу, он может это сделать, желательно, через фронтенд. Но потом выяснилось, что нам нужно гораздо больше. Основной список требований как раз на слайде. То есть нам нужно проводить регрессионное тестирование по предыдущим ошибкам. Например, если разработчик закрыл задачу. То есть мы хотим этот процесс автоматизировать, как-то связать с трекером задач. Если задача перешла в соответствующий статус, давайте запускать регрессионное тестирование. Хотим, чтобы платформа умела определять целевые обертки. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что когда мы первый раз добавляем проект на платформу, мы прогоняем большой, мы называем это спринт, то есть длительный запуск по оберткам, которые в этом проекте есть, или если новую обертку добавили, длительный запуск для нее. После этого мы собираем покрытие. И так мы знаем, какая обертка что покрывает. Далее, как только разработчик несет какие-либо изменения, мы будем знать, какая обертка, если она вообще есть, покроет эти изменения. Тогда мы будем запускать на файзинг только ее, приоритетно, в CI, чтобы ускорить процесс. Также мы хотим гибко конфигурировать проекты, это кажется очевидным, почему сразу я про это не сказала. И хотим собирать покрытие не только по конкретной обертке, но и по всем оберткам в проекте, чтобы увидеть общий результат, который нам удалось достигнуть. И хотим отслеживать ошибку так, чтобы видеть, как она воспроизводилась. То есть, например, если разработчики ее каким-то образом пофиксили, а потом в следующий раз откатили коммит с фиксом по какой-то причине, мы хотим это увидеть в истории ошибки. Ну и, конечно, платформа должна быть масштабируема. Это вообще требование к любой системе, как мне кажется. Как это работает? Допустим, разработчик вносит изменения в системе контроля версий, и по заданным требованиям проводится проверка необходимости запуска агента системы контроля версий. То есть, например, если изменения восприняты как критичной платформой, здесь мы тоже можем гибко конфигурировать и не ограничивать свою фантазию, какие изменения мы считаем критичными. Если они приняты критичными, то агент определяет обертки, которые необходимо запустить, и создает задачу на файзинг. В свою очередь, воркеры, которые работают в режиме демона, выгружают все нужное, все, что им нужно для того, чтобы запустить файзинг, и файзинг запускается в контейнерах. Вся информация отправляется в хранилище, на бэкэнд, и специалист может получать информацию и результаты в режиме реального времени. То есть, на самом деле, он видит процесс файзинга на фронтенде, как будто он с ним прямо сейчас. Он может видеть информацию по текущей задаче, информацию по обнаруженным ошибкам. Также я переключила этот слайд, но он может добавлять задачи вручную. То есть, не только через CI, не только запустив соответствующую джобу, но и добавлять задания через фронтенд. Здесь также достаточно гибкое конфигурирование. То есть, он может выбрать проекты, ветки и даже базовый образ. Например, если специалисту по безопасности вдруг захотелось потестировать новую версию, но в старом образе что-то вроде неожиданных условий окружения. Посмотреть, как это сработает. И также мы здесь, точно так же, как и для ядра, видим всю истерпывающую статистику по обнаруженным ошибкам. То есть, можем видеть, сколько раз и когда она обнаруживалась, воспроизводится ли она сейчас на текущем коммите. Задача в бактрекере. Кассер-репорт. Мы используем кассер для дедупликации, то есть для первичного триажа крэша. И здесь есть кассер-репорт. Помимо этого, он предоставляет нам удобную возможность интегрироваться с нашей системой хранения. Она принимает сарифы. Мы отправляем ошибки в виде сариф. И ниже можно увидеть результаты по покрытию. То есть, их видно на платформе. И также можно загрузить в формате LCOV, увидеть эти HTML-страницы. Здесь будет покрытие по обертке и по всему проекту, по всем оберткам в проекте. Можно скачать также архив со всеми результатами. Что касается статического анализа, у нас используется достаточно большой набор инструментов. Мы постоянно находимся в поиске новых. Потому что так складывается, что один инструмент может быть эффективнее другого в каких-то задачах. То есть, например, тот же код QL позволяет писать свои запросы для поиска каких-то специфичных ошибок. То есть, его довольно легко кастомизировать. И это, кажется, довольно удобно мы управляем. Но в плане статического анализа все сложнее, вместе с тем проще. То есть, мы часто говорим, что статический анализ дает большое количество результатов, которые нужно анализировать вручную. А я тут говорю об автоматизации. То есть, вручную это, как бы, кажется, не совсем то, что мы бы хотели. Но, тем не менее, у статического анализа есть неоспоримые плюсы. Один из них то, что он очень хорошо масштабируется. То есть, мы можем просто добавить статику в пайплайны, и разработчик будет получать результат после того, как сделает коммит. Ему не нужно ждать, когда завершится файзинг. Когда соберется проект, прогонится. Даже если мы будем делать пятиминутные запуски файзинга, которые могут оказаться нерезультативными на самом деле, здесь он получит результаты сразу. По ссылке он может перейти в наш интерфейс разметки, в котором разметить все результаты, и они сразу же отправятся в нашу базу. При необходимости он также может завести для себя задачи. Здесь команды могут работать по-разному. То есть, кто-то, например, не меняет код без задачи, кто-то может поменять и так. Это абсолютно гибко. Что касается хранения. Платформа хранения обработки результата в базе данных доверия, мы про нее также рассказывали, но в двух словах. Изначально мы позиционировали ее как интерфейс для хранения результатов статического анализа и их разметки. Мы ушли от этого недалеко. То есть, мы продолжаем развивать это в этом направлении тоже. Но на текущий момент она предоставляет также возможность автоматизированно с помощью алгоритмов машинного обучения приоритизировать задачи и размечать. Общая архитектура, такая крупная мазками, отражена на слайде, но работа осуществляется вкратце следующим образом. То есть, мы можем отправлять сработки, например, с платформы файзинга вручную или из каких-то еще автоматизированных средств, принимаемых в формате сарив. Ошибки сначала дедуплицируются со всеми сущностями, уже загруженными в базу. И если, например, мы добавляем ошибку, но она уже загружена, вместе с тем изменились какие-то данные, условно коммит или версия пакета, тогда мы просто обновляем старую сущность с новыми данными. Если же ошибка не была загружена ранее, то есть она не является копией или дубликатом, мы добавляем ее, отправляем ответ, что все хорошо, мы это добавили. С помощью алгоритмов машинного обучения выдается предсказание по критичности ошибки. Она сравнивается с CWE, то есть присваивается ей CWE, и также ML ее размечает. И после этого задача присваивается специалисту по анализу по приоритетам. Приоритеты, в первую очередь, на критичности пакета, конечно, основаны. И в случае, если ошибка подтверждена специалистам, то создается задача в бактрекере. Дальше статус задачи отслеживается платформой. То есть если она перешла на соответствующий статус, типа устранена, отработана и так далее, то платформа также это фиксирует, что ошибка устранена, и мы можем отправить этот результат, например, на файзинг, что нужна регрессия. На самом деле на этом моменте, так как машинное обучение – это достаточно такая горячая тема, я понимаю, что всех интересует именно этот вопрос. У нас есть… Мы стараемся развивать это направление. У нас есть ряд важных задач, над которыми мы работаем. Это приоритизация, то есть предварительная разметка, определение критичности. Причем… Ну, то есть не только критичность от анализатора, но еще и от алгоритмов. Классификация по CWE в первую очередь. Ну и деление ошибок на кластеры. На самом деле это оказалось достаточно любопытной темой, потому что есть гипотеза, которую коллеги… Коллеги получили некоторое подтверждение, но мы еще работаем над этим, что один анализатор статический работает лучше другого на некоторых кластерах. Не буду называть никаких имен, потому что это не реклама, но тем не менее. То есть один анализатор дает меньше false positive при том же количестве true positive на каких-то определенных кластерах. Мы хотим это использовать для определения эффективности анализатора. И, например, аналитик сможет доверять какому-то из них больше, если он указал на ошибку. Точно так же алгоритмы машинного обучения смогут им в какой-то мере доверять. Что касается разметки, это одна из важных тем, о которой мы сейчас работаем. Мы используем модель Defect Hunter. Она работает с отдельными функциями, то есть принимает на вход отдельную функцию. Мы обучили ее на открытых данных и также на данных из центров. Центра исследования ядра и Центра исследования системных компонент. То есть мы даем ей сарифы, это данные об ошибках, и код. На текущий момент точность достигнута 86%. Мы проверяли на наших данных, то есть то, что наши аналитики уже разметили. Но мы дообучаем модель сейчас, хотим добавить нашу разметку, потому что у нас достаточно много накоплено. И есть предположение, что мы сможем значительно улучшить результат. Так выглядит интерфейс базы данных доверия. Но как я вам все интерфейсы показала, я это покажу. То есть здесь видно, что специалисты могут получать задачи на ревью. Например, если аналитик по какой-то причине не уверен в том, что он размечает какая-то сложная ошибка, он может поставить, что нужно ревью, и другие специалисты увидят это здесь. Также мы хотим добавить такую штуку, типа расчет security gate, то есть здесь, чтобы для каждого пакета можно было посчитать для его версии, его, так сказать, уровень защищенности. Здесь также нужно брать в расчет и нашу базу уязвимостей, АВМ, то есть это тоже нужно учитывать. И на нижнем скриншоте это информация об ошибке. Здесь также можно оставлять комментарии, связывать задачи в багтрекере. В общем, вот так. Ну и немного опланок. Конечно, перед любой командой, которая что-то разрабатывает, всегда стоят такие задачи, как рефакторинг текущего кода, подготовка тестов, багфиксы, или, например, фич-реквесты вроде «Я хочу получать уведомления об нарушенных ошибках на почту». Но здесь я это, конечно, не писала, потому что это такие глобальные планы, над которыми мы работаем с командой, в том числе исследовательские планы. Тем не менее, что мы хотим сделать в юсерспейсе? Мы хотим добавить интеграцию с фазным транспектор и здесь попробовать внедрить большие языковые модели для генерации фазных оберток по аналогии с ОСФАСГЕН от Google. То есть фазный транспектор указывает нам на те участки кода, которые стоило бы профазить, но они не покрыты, а LLM генерирует эти обертки. Концепция кажется жизнеспособной, но мы пока не пробовали. Также хотим внедрить в среду для воспроизведения детального анализа падений, чтобы не нужно было аналитику отдельно самостоятельно все разворачивать, потому что это также может повлиять на результат. В ядро хотим добавить интеграцию с Jira, как есть в остальных платформах, то есть чтобы можно было автоматически создавать задачи и оптимизировать эти процессы. Ну и направленный файдинг. Мы рассказывали о нем ранее. В предыдущих докладах это что-то вроде на основе статического анализа, то есть мы можем каким-то образом подтверждать ошибки, которые обнаружены с помощью статики на файдинге. Например, есть такой инструмент SysDirect, он как раз работает примерно таким образом, то есть смотрит, какие системные вызовы дошли до окрестности этой ошибки и подают их файдеру, чтобы он мутировал, дальше развивал эту тему. Ну и для платформы хранения и обработки хотим добавить модель Вулберта для обнаружения ошибок в коде, потому что есть исследования, которые подтверждают, что она хорошо работает для таких задач. Ну и добавить функционал сравнения результатов статического анализа в разных версиях ПО в интерфейсе разметки, чтобы можно было сравнить и увидеть, что изменилось, какие новые ошибки появились и так далее. Вот какие-то такие планы. У меня все. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо, Виктория. Коллеги, вопросы? Виктория, спасибо за доклад. Вопрос следующий. Я явно не услышал в докладе, какой файзер вы применяли, но увидел на слайде, что АФЛ. Использовали ли вы какие-то другие файзеры? Например, у вас может быть несколько языков программирования, или вы использовали файзеры, специализированные под статчу, например, под анализ на безопасность? Да, спасибо за вопрос. У нас также есть поддержка липфайзера, то есть движка липфайзера. Соответственно, мы можем использовать его для файзинга программ на тех языках программирования, для которых есть файзер с поддержкой этого движка. Тот же Go, например. То есть мы можем использовать липфайзер, и мы пробовали использовать липфайзер для Go. Скажите, пожалуйста, по поводу направленного файзинга. Можно чуть-чуть больше слов? Интересно просто, потому что об этом все говорят. Попов недавно тоже говорил на Positive Day. А что вы конкретно сейчас планируете? Сиздирект, как вы хотите использовать? Да, конечно. Ранее у нас был доклад и публикация на эту тему. Мы предположили, что мы можем посмотреть, в какие ветвления, какие участки кода, блоки кода зашел файзер теми или иными системными вызовами, теми или иными входами. Также мы наложили этот результат на результат статического анализа. То есть у нас есть размерка. Мы наложили и увидели, что в тех ветвлениях, в которых мы зашли с помощью определенных сисколов, определенных входных данных, есть ошибка от статики. Она не подтверждена и не опровергнута. И это значит, что в теории мы можем ограничить системные вызовы или подать изначально такой вход, такой корпус, состоящий из этих входных данных, которые туда дошли, чтобы они мутировали и смогли подтвердить нам ошибку. Важно заметить, что опровергнуть мы ее, конечно, таким образом никак не можем. То есть если файзер ее не нашел, это еще не значит, что ее там нет. Но подтвердить – да, и у нас были результаты на эту тему, что нам удавалось подтвердить ошибки в ядре таким образом. Правильно ли я понимаю, что это в тот момент, когда покрытие файзинга еще не слишком хорошее? То есть есть бранчи, куда не дошел файзер, и в этот момент вы его еще дальше направляете, да? Нет, не обязательно. Мы можем начать процесс файзинга именно с этим набором вызовов, с этим корпусом, чтобы он сразу шел туда, например. Анна, ну ты все, ты все, да? Это следующий вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос на самом деле чуть шире. Вот на чем базируется вся эта конструкция? На коммитах 10 раз в день вы берете кого-то. То есть не приходя в сознание, люди коммитят, крикая на мышку. Меня как-то учили, что особенно когда пишешь что-то связанное с СЗИ, пока ты сам не прогонишь, не напишешь себе оболочку, ну для тестов не прогонишь все сам, на стенде или виртуалке не отладишь, до этого момента никому не показывай, не вздумай коммитить, тогда еще словок таких не было даже. А сейчас это, я вижу, как наши преподники работают точно так же. То есть на каждый чик мы все пересобираем, все прогоняем. Смысл дела идут, контора пишет, дым из сервера идет, а результатов-то особо не нет. Вы знаете, это очень странно. Во-первых, я не услышала вопроса, а во-вторых... Почему на этом базируется, откуда, зачем коммитить, скажем, за неделю человек может, он поправит функцию какую-то, сам программист может, пока он сам не будет находить, только тогда аккуратненько пусть коммитит и не дышит, чтобы ничего у него не нашли. А не три раза в день он запятую поправил, коммит, о, еще строчку, Ctrl-C, Ctrl-C, коммит. Во-первых, GitFlow может отличаться в разных командах. Например, разработчик может иметь свою отдельную ветку для своих изменений, и он делает коммиты, чтобы не потерять, чтобы вернуться к предыдущему. Для себя делает, а не бываливает куда-то, чтобы все это глотали. Даже Лебланк что-то такое писал еще в махнатом году. Да, но он делает коммиты в свою ветку, и если он хочет, чтобы мы проверяли ее, если ему это важно, мы можем ее проверять. Не, ну просто убивает именно чистота. Я не против коммиты, я против чистоты. То есть делай раз в неделю, когда ты уверен уже на... Так, а тогда за неделю он мог уже столько всего поменять, что не вернется к тому, что было посередине. Не знаю, блин, я на каждой чип перепроверяю в 10 раз. Я компьютер 2 недели собираю, хотя там кода нет. А на Солёвовской за 3 часа собирает. Вот именно. Если у нас базар, тогда вполне себе может, там по коммиту в день некоторые методологии предполагают и тому подобные вещи. Если у нас 10 разработчиков, мне кажется, вполне может получиться ситуация, когда, ну, вот такой поток коммитов идет, и если это идет в какую-нибудь специальную файзинг ветку, тогда я не вижу в этом проблем. Потом из этого собирается единый патч, который добавляется в... Пускай дымит, он же масштабируемый кубернет, что там, небось, у вас, да? Не переживайте, сервер железный, он не устанет. То есть это все хорошо, по-моему. Так, а вот почему никто не спрашивает про machine learning? Какой у вас там machine learning? Я, конечно, удивляюсь. Такой вот старый замшелый градиент-бустинг, который вы с трудом обучали на предыдущей классификации, или модные нейросети, которых вы спрашиваете, вообразить себя исследователем безопасности, который почитал стандарт, который мы там проходили, и посмотри на вот это описание, и скажи, какая она критическая там или нет. Или просто тупо есть слова critical, значит, наверное, критично, и надо реально посмотреть. Я вроде сказала, у нас используется модель Defect Hunter, она работает с кодом. Это основная модель для автоматической разметки. Что касается... То есть не с описанием CVE, которое вы вытащили? Нет, но с описанием мы тоже работали, у нас был эксперимент, не могу промотать, ну ладно, в общем. Для того, чтобы сопоставить ошибку с CVE, с TWE, было предположение, что мы можем использовать описание ошибки от статического анализатора и описание CVE. И это даже давало результат, то есть это работает. Но это все, конечно, закрыто, не open source, не все такое, коммерческая тайна, за сожалению. Но на текущий момент мы, как минимум, не готовы этим поделиться, то есть это такой research and progress. Тем не менее, я не сомневаюсь, что команда, которая занимается этим, обязательно расскажет когда-нибудь в своих докладах и публикациях. Ну что ж, больше вопросов нет. Я учусь в аспирантуре. Вы там делали доклады, вот такие проводите, там проводятся такие семинары. Да. И уже здесь нужно представлять результат сделанной работы, а не как вы делаете. Она обязательно исправится. Это практическая конпериация, я не увидела результат. А, я не увидел открытого сорса, кстати, вот так вот, давайте я присоединюсь. Так, Виктория, спасибо еще раз. Спасибо вам. Да, мы аплодируем и надеемся, что результат будет более практический, и будет сорс, или будет что-то такое, что сможет воспользоваться сообществом. Они просто хвастаемся, выходим и хвастаемся, у нас очень прекрасно. Жиры интегрированы.